Ритмичные выверенные движения, сила рук и гибкость тела. В парке Зернова прошел брейкинг-джем. Для привлечения дополнительных зрителей организаторы совместили танцы, музыку и пение. В ротонде парка Зернова состоялся очередной брейкинг-джем. Горожане могли увидеть, как люди двигаются под современную музыку. Мероприятие собрало немало зрителей. Кто, может быть, не в курсе, как бы брейкинг – это современное название брейк-данса. Джем – это свободный танец в кругу. То есть собираются желающие в круг, выходят и танцуют. Мероприятие проходит уже второй раз. Антон Козлов, руководитель городской студии брейкинга, ранее организовывал в городе джемы тренировки. Подобные выступления проводятся исключительно на личном энтузиазме для популяризации этого вида танца. Цель – появление уличной культуры брейкинга в Сарове. Народ как бы не суперактивный, не особо не приходит. Может быть, не знают, может быть, непонятно это. Может быть, существует стереотип, что это детская забава. Хотя по факту тренируются люди, так скажем, может быть, еще в рамках юридических, являющиеся молодежью. Но точно уже не молодежь, как бы просто физическая активность. Все, кто крепкий, все, кто способен, все танцуют. От мало до взрослых. Впрочем, одними только танцами дело не ограничилось. Вместе с танцующими для публики выступил городской рэпер Андрей Етунин-Маст. Он зачитал несколько строк под музыку. В будущем планируется увеличить масштаб мероприятия. В феврале уже был организован баттл среди детей учеников школы брейкинга. В сентября проводятся тренировки в молодежном центре. До конца лета они бесплатные. По субботам в 4 часа за молодежным центром Куйбишево 19-1. По субботам. Кто хочет влиться в этот танец, научиться азам, приходите. Пока так. А с сентября уже полноценные тренировки начинаются. Если в соцсетях меня найти, можно узнать, где и когда. Вы можете узнать всю дополнительную информацию в группе ВКонтакте «Стритскилз». В Сарове прошел очередной футбольный матч областного чемпионата по футболу среди юношей 14 лет. Саровская команда встречалась с командой «Сокол» из поселка Сокольское. На стадионе «Икар» прошел матч седьмого тура областного первенства по футболу среди юношей 2010 года рождения. Саровская команда встречалась со сверстниками из рабочего поселка Сокольского. Начало матча было отложено по техническим причинам. Долго добирались с приключениями, так скажем. Остановили сотрудники ГАИ. В общем, интересная история произошла. Ну ладно, это разберемся, походу. Все нормально. В итоге команды все же вышли на поле. Быстрый гол не заставил себя ждать. Голодные до игры старовчане, ожидавшие прибытия соперника, открыли счет после розыгрыша углового. Игра не обошлась без столкновений, но в пределах спортивных правил и без грубости. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. Они больше владели мячом и держали игру под контролем. Сокол, занимающий пятое место в первенстве, больше оборонялся. Старовчане же идут к лидирующей четверке чемпионата. В том году мы к вам сюда приезжали, в том году неудачно выступили. То есть, в том году проблемы с составом были, некоторых игроков не пустили. Ну, по объективной причине, потому что у вас закрытый город, да. То есть, вот. В этом году надеемся на положительный результат. Ну, ребята, в принципе, первый тайм выдержали. Счет 0-1, ну, как бы равная игра. Ну, они нашли свой момент. Мы пока нет. Будем надеяться на второй тайм. Надежда на исправление ситуации улетучилась быстро. Саровская команда забила два быстрых гола в самом начале второй половины игры. После такого гости уже не смогли оправиться. Хозяева продолжали атаковать и двели матч до заслуженной победы. Итоговый счет 4-0. Уверенная победа команда Сарова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танго станет Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Германию, Египет, Аргентину. В один день танго станцуют в различных локациях в 77 городах. А все пары будут двигаться в едином музыкальном ритме под одну на всех мелодию. 24 августа Саров тоже войдет в историю проекта. Люди, увлеченные этим направлением танцевальным, будут танцевать танго, желательно, конечно, на улице. Мы надеемся, что погода будет хорошая, под одну и ту же мелодию. Выбрали мелодию Уна Кабеса. Это очень известная танго. Сделали так, что она будет объединять всех танцоров и одно число, и одна мелодия. Присоединиться к флэш-мобу могут все желающие. Для этого в парке Зернова на танцевальной площадке стартовали бесплатные мастер-классы по танго. Для всех, кто знакомится с этим направлением в первый раз, сложно не будет. Педагог дает несложные движения, с которыми справятся абсолютно все. Присоединиться к занятиям могут все желающие без ограничений по возрасту. И даже если у вас нет пары. Мы будем танцевать в парах. Если нет пар, ничего страшного. Приходят и мужчины. Кстати, на первое занятие приходили мужчины. Одинокие, скажем так, которые встали в пару прямо на первом мастер-классе. Ну и, собственно говоря, бывает такое, что и девушка с девушкой танцуют. Тоже ничего в этом страшного нет. Еще, наверное, в планах какой-то кусочек нашей постановки. Может быть, я сделаю для девушек без партнеров. Потому что есть тоже такое направление сольная танго. И чтобы они тоже смогли поучаствовать, девчонки, которые пришли, девушки, женщины, но не нашли партнера, они тоже смогут поучаствовать. Мастер-классы проходят по понедельникам на танцевальной площадке парка Зернова в 18.30. Всю дополнительную информацию можно найти в группе парка ВКонтакте и на личной странице Екатерины Сысоевой. Пропадает чуть-чуть эта культура танцевания мужчины и женщины. И танго, как один из видов танцевальных парных именно направлений, оно, скажем так, возвращает эту культуру. Стоит возрождать эту культуру, танцевать в паре, в том числе и на танцевальных мероприятиях, и в парках, и где-то в учреждениях культуры. Потому что все-таки это скрепляет, допустим, семейный пар или дает возможность людям познакомиться и найти свою вторую половину на таких занятиях. В случае плохой погоды занятия будут проходить в Доме молодежи. Присоединиться к мастер-классам можно на любом этапе. Лето – отличная пора, чтобы заниматься спортом и больше двигаться, если до этого вы вели малоактивный образ жизни. А какой спорт летом предпочитают саровчане? Лето – это чудесное время года для того, чтобы заняться любимым делом. Кому-то по душе копать картошку, выращивать помидоры. Кто-то получает удовольствие от солнечных ванн и морского бриза. А есть та группа людей, которым очень нравится заниматься энергичными видами спорта. И мы решили узнать у горожан, а какую физическую активность они предпочитают летом? Флебол, баскетбол, футбол. Ну, вообще, летом. Раньше я любил, конечно, на велосипеде кататься. Но, к сожалению, я из него вырос. Так обычно бегаю. Ну, на работу. Бегать. Мне баскетбол нравится. Да он на мотоцикле катается. А вы? А я нет. Ну так, погулять. Но это не спорт. Бег. Легкая атлетика. А вы бег растяжите. Волейболом? Волейбол. Так, а еще? А, чем? Теннисом. Футболом. Баскетболом. А еще? Минусипед. Волейбол. Волейбол. Оказывается, если сильно захотеть, можно после работы и на пробежку успеть, и на пляжный волейбол, и с друзьями на велосипедах покататься. Именно спорт делает лето радостным, счастливым и незабываемым. Впервые за 40 лет Олимпийские игры не показывают по телевизору. На фоне этого отечественные телекомпании не стали покупать права на трансляцию Олимпиады. Как к такому относятся соровчане? Как и ожидалось, россиян не пустили на Олимпийские игры в Париже. Во Францию отправится всего 15 спортсменов в нейтральном статусе. От показа Олимпиады отказался Первый канал, Россия-1 и Матч-ТВ. Трансляции с участием 15 человек посчитали нецелесообразным. Впервые за 40 лет Олимпиада не будет показана на ТВ. Тогда СССР и страны Варшавского договора бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В ответ на бойкот американцами летних Олимпийских игр в Москве. Пойдемте узнаем, что думают о этом соровчане и будут ли они смотреть Олимпийские игры. Не знаю, как получится. А что в целом думаете о запрете выступать россиянам в нейтральном флаге? Ну, ничего хорошего в этом, конечно, нет, жалко. Ну, за своих-то всегда придется посмотреть. Буду переживать в целом за нашу команду. Персонально нет. Будете смотреть? Буду. Знаете, нет, не буду. Из-за того, что нет прожигины? Да. Считаю, что это неправильно. Значит, будем смотреть, если наши будут. А НТВ не покажут, только в интернете. Будете в интернете? Ну, и в интернете посмотрим. А за кого-то, может, персонально переживаете? Нет, пока никого не знаю там. Кто там будет, не знаю. Нет, без России неинтересно. Спортсмены в нейтральном статусе будут 15 человек. Ну, они же не будут защищать нашу честь. Ну, может быть, конечно, посмотрим. Зависит от того, как они будут там выступать и показывать свои результаты. Ну, голосовать, скажем так, будет не за кого. Это печально. Не смотрю. Я работаю далеко на севере. Ой, нет. Честно, не буду. По телевизору? А по телевизору не покажут? Ну, а куда я пойду? Я больше негде мне. То есть не будете смотреть? И по телефону не покажут, да? А в интернете нужно искать? Ну, если найду, буду смотреть. Нет, не буду смотреть. А раньше смотрели Олимпийские игры? Нет. Конечно. Интерес к Олимпиаде не зависит от каких-то ограничений санкционного характера. Просто само по себе событие, оно, конечно, не может нас обойти стороной. Поэтому вся эта внешнеполитическая повестка, она как бы не сильно нас касается. Интерес к спорту, он не имеет каких-то политических особенностей.